Так, девчули, всем привет! Мы с вами начинаем мук-банг! Ура! Всё, вперёд! Девочки, у меня... Как сказать? Чимотеролы уже ждут 2 часа или 3 часа. Не знаю, сколько. Поэтому мы сейчас с вами быстренько всё открываем и начинаем. Во-первых, хочу пить. Всё, вперёд! Вперёд! Пьём мы с вами сегодня какую-то газировочку. Ой, ребят, она прям так прыгает, знаете, прям. Ой, слушайте, без сахара. Вода, сок, гуавы и лайм. Офигеть! Ребяточки, всем советую такую попробовать. Очень вкусно, очень вкусно. Мы сегодня с вами кушаем роллы. Кушаем, кушаем, why not суши? Сегодня у меня просто был, если честно, денёк. Всё расскажу. Да даже не готовимся, ребят, мало времени. Собака. Сариша ушёл гулять, Саша. Так. Сто лет мы с вами не виделись просто. Ребята, когда снимали? У меня была мама, я думала, я буду снимать вот в эти дни, когда приедет. Нет, я вообще, я так уставала с ней, я не знаю почему. Ну, короче, мне было не до этого. Вау. Мы едим на табуретке. Сейчас я так вот её поставлю, чтобы я у вас была. И вы, видите, я с такой прической есть никакой. Знаете, тут что подумала, что у меня Dyson просто так лежит. Девочки, если вы собираетесь рожать ребёнка, и вы хотите Dyson в подарок, лучше повремените. Потому что, когда ребёнок, некогда пользоваться Dyson. Так, это, во-первых, вот такая красота. Запечёнки. И с шапками. Это, по-моему, лосось-креветка, а это с урём. Ребят, и вот такая ещё красота в этой коробке тоже. Вот. Это лосось-терьяки, а это Калифорния с угрём, что ли, тоже. Я не помню уже. Короче, Dyson мой лежит просто так, ребят. Я его даже не достаю. Это просто кошмар. Ну, ничего не поделать. Потому что, я думаю, что вы мне понимаете, у кого дети, что вообще не до этого, не хватает времени просто на себя. О, ребят, я уже об этом говорила, что я... Ну, меня вот эта тема вся с материнством, она, в принципе, поменяла сильно моё общее мировоззрение. На детей, на людей. На матерей. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой Телеграм, потому что мне скоро придут кроссовки, которые мне, мне кажется, по размеру не подойдут. Поэтому покажу. Если вдруг не подойдут, буду продавать. Они балансы. Поэтому заходите, следите. Давайте начинать. Слушайте, надеюсь, что они не пропали. Так, лосось. Пробуем. Я голодная. Не пропали. Хорошие. У нас сегодня было просто шоу. Мы меняли фильтр для воды под раковиной. И, короче, сейчас по порядку. Я купила уже сто лет назад сменные фильтры, картриджи. Мы сегодня решили поменять. Блин. Резинка. Короче, мы сегодня решили ее поменять. И мне Саша говорит, Катя, надо отключить воду. Как там? Видно меня? Блин, ребята, отрубилась запись. Я не знаю, на каком моменте. Блин, жесть. Понимаете, еще и запись обрубилась. Так, все вам видно? Короче, рассказывала историю, что мы сегодня чуть не затопили соседей. Меняли фильтр. В общем, раскрутили его. Из него полилась вода. Ключи были в коляске. С коляской гуляла бабушка Аринина. Короче, трэш какой-то был. Ой, я уже тут попробовала все. Не записывалась. Я, честно, так не стрессовала давно. Ребят, прежде чем делать что-то с водой, выключайте воду. Будет мне уроком. Твойный суши очень вкусно. Я сто лет не ела. Короче, приезжала ко мне моя мама. Я с ней вообще ничего не могла записать. Я еще больше уставала. Я не знаю, знаете, как-то с ребенком один. Как-то на себя рассчитываешь и все. Короче, я ничего не записала по ту неделю. Сейчас Саша пошел погулять записываю. Ну вот так. Это лошось-креветка. В общем, я... Не знаю, может быть и можно было с ней записывать. Кстати, я сейчас работаю с консультантом по сну. Но вся моя работа заключается в том, что надо собрать 5 дней, как спит ребенок в график полностью. Естественно, я первый день начала записывать и все. Там просто надо, знаете, очень подробно. Каждый сон, каждая вот эта тема, блин. Не хочу. Но надо, я уже заплатила деньги. Сурио. Я так не знаю, ребят. Целый день я ношусь. Вот так вот, как белочка в колесе. И все. Как вам мои видео с макияжем? Но сегодня мы реально ничего не сдапили соседей. Это был трэш. Ну, вы прикиньте, Саша побежал за ключами. Я осталась... Там прям рвало, понимаете, из трубы. Я просто кружками вот так вот выливала в раковину. Это был ужас. У нас еще деревянные полы. Я жестко испугалась. И все как бы из-за меня. Потому что я сказала, да ничего не будет, можно не откручивать. Нет, ребят, надо откручивать. Скажете, тычу каждый ролл. Но вот видите, у нас тут... С вами не очень видно вот тут все. Поэтому, ребят, показываю так. Я уже наелась. Скоро у Арины начинается прикорм. Она была полностью на ГВ это время. Девочки, кому всем про ГВ интересно могу рассказать? Я все нормально настроила. У нас не было проблем с ГВ. Были нюансы, которые надо знать. Чтобы было молоко, чтобы было все такое. Самый главный нюанс. На грудном не надо давать ни соски, ни бутылки. Надо давать только грудь. Не надо допаивать водой. Это не требуется ребенку на грудном. Смесью вы начинаете докармливать, когда педиатр скажет. Они сами типа такие, ой, докормлю-ка я. Нет, должен педиатр сказать, что ребенок теряет вес и нужен докорм. Там много разных моментов, которые я знаю, поэтому могу вам рассказать. Поэтому, если интересно, можем в следующее видео сделать полностью про грудное. Слушайте, такие роллы я сто лет не ела. Вот эти шапки. Вкусно. Они, конечно, намного более калорийные. Это чувствуется, это майонез. Сыр майонез, но это очень вкусно. Это очень нежно. Это обалденно. О! Господи. Давайте еще одну. У ребят раскрашивается, бля. Очень вкусно. Это же была эта стрёмная новость, что Дурова арестовали. Я уже писала в Телеграме, но все, короче, в шоке. Не знаю, я просто наблюдаю за этим всем. Это очень вкусно. Короче, все, знаете, хотела сегодня не очень много есть, но похоже не получится. Я просто хочу сейчас объесться этими роллами, потому что я не ела с утра. Эти роллы самые достойные из того, что есть на доставке. Посоветую. Для тех, кто любит шапки, у меня это вообще. посмотрите. Это прям жир. В общем, ситуация такая, что особо ничего не успеваешь. Потому что, ребята, вот мой распорядок дня. Мы встаем, покормить, переодеть, поиграть, пойти погулять, прийти домой, поесть, поспать, покормить, пойти поиграть. И вот эта вот вся тема. Кстати, Арина просто очень плохо дома спит. Ну, не очень хорошо, мало дома спит. Поэтому она все время приходит куда-то уходить гулять. Я, ну, как бы, все. Просто жир. Мы отходили, кстати, в 8 курсов бассейна. Массажи. 10 сеансов. Массажи – тема. Очень полезная. Она там, знаете, расслабила. То есть, я думала, детский массаж – это что-то жесткое, ну, какое-то неприятное. В целом, все приятно. Они там очень легко делают. Все движения легкие, массирующие такие. Больше гладят. И как-то вот расслабляют мышцы. И уходят зажимы. Она поджимала ножки. Сейчас уже ничего не поджимает. Учится ползать, вставать на коленочки. Ну, вот так. Короче, интересно за всем этим наблюдать. У Маши вчера был день рождения. Она была очень красивая. Но в Телеграм все ничего не укладывает. Ну, окей. Значит, настроение побыстрее, побыстрее почему-то поесть. Потому что, я думаю, сейчас придут. Такая тема началась. Сейчас я вроде стараюсь на правильном питании быть. Вот это все не в счет. Но в целом, правильное питание, меньше есть. Чтобы у меня уходили килограммы. Но не получается. Ну, как сказать, не то, что не получается. Вроде получается. Получается, ребята, когда не ешь. Не знаю, ну, вот так. Когда ешь, не получается. Не получается, когда, знаете, как я должна питаться. Пропускать завтрак. Блин, они разваливаются. Они вот нежные, поэтому они разваливаются. Пропускать завтрак. Обеять. И практически не ужинать. Вот так. Тогда я худею. Мне кажется, знаете, я просто в подростковом возрасте угробила свою систему вот этой вот калории и обмена. Потому что я худела. А худела я таким образом, что я вообще ничего не ела. И теперь мне, чтобы худеть, надо ничего не есть. Организм так вот привык. Поэтому, если вы посмотрите мои первые видео, вы увидите, какая я стройняшка. А сейчас я немножко поднабрала. Ну, что делать? Только садиться на азенпик. Азенпик, мне кажется, нельзя при кормлении. Ну, я бы села. Потом. Есть какой-то сейчас российский аналог. Кто, кстати, пробовал? Напишите, пожалуйста. Собака спит. Чарик, кстати, научился бежать за велосипедом. Я еду, он бежит рядом. Раньше он такого не умел. Как вам мое прошлое видео с макияжем? Сегодня хотела, кстати, снять распаковку. Что-то у меня настроение пропало в моменте. Думаю, ладно, потом сниму. Короче, купила там, знаете, этот обертывание, вот эту вот всю историю. Для головы, кстати, купила, чтобы жирность уменьшить головы. обертывание, скрабы. Поэтому, если интересно, могу показать. Сайте, сделаю такое видео из ванной. Что у меня есть? Все, ребята, я как свинья обожралась, честно. Вот эти шапки, это прям свинство, честно. Вот прям говорю вам, как есть. Некоторые меня просто просили, там, ребята, писали, что давай шапки. У-у-у. Очень жирно. Наелась. Знаете, хочу еще один такой напиток. Вот эти жареные роллы. Их даже не надо никуда макать, они самостоятельные. Ну, вот такие дела. Хотелось так много всего рассказать. Садишься и думаешь, блин, что рассказывать. Короче, ребят, мамские будни. Мамские будни. И в целом, наверное, надо уже об этом всем рассказывать, потому что много всего. Много нюансов. Про грудное пишите, если кому интересно. Не знаю, вот сейчас оглядываясь назад, чтобы я сделала по-другому. Но, Арина, понимаете... Не знаю, посмотрим. Еще рано говорить. Вроде все окей. Девочки, я просто, знаете, как пылесос села и в эти троллы всосала. Вот это тут. Следующее видео. Знаете, что хочу снять? Эти... Протеиновые всякие батончики, шоколада. Попробуем. Просто, знаете, попробовать и надо заказать. Все, я наелась. Тоже не шутки. Какая-то палка попалась. Так, роллы вкусные. Заказывайте спокойно. Мне прям очень хотелось. Очень хотелось, роллов. Знаете, хочется быть типа настоящей, самой собой, но сам собой-то вообще скучный. Такой вот, знаете, такой. Никакой. Надо что-то придумывать, надо чем-то рассказывать. А хочется быть просто самим собой. Слушайте, напиток просто вау. лапочка. Еще хочу. Все, мы заканчиваем. Поэтому, дорогие, подписывайтесь в Телеграм, ждите кроссовки. Не знаю, если как бы не продам вам, если не продам, то буду на Авито выставлять. Ну, может, кто-то искал давно. Вот, мне уже, у меня будут на следующей неделе. Все, ребят, большое вам спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы скоро с вами увидимся. И заходите в Телеграм. Будем. Пока Телеграм работает, там общаться. Все, пока. Пока.